Каркас строитель, который посадили, да, потом... Не за каркасы? За каркасы. За каркасы? Ну, взял заказы, сделал плохо, нехватка средств, кому-то затягивал сроки, в довершении двое-трое подали в суд, посадили, отсидел. Так что если он смотрит это видео, он его знает. Смотри, у твоего забора сосед построит быстро дом и скажет, всё, чувак, у тебя узкий участок, но ты теперь не сможешь построить себе дом. Всем привет, друзья, это телеканал просто... Телеканал... Всем привет, друзья, это канал просто о стройке, я Максим Каркасгид, и сегодня у нас новая рубрика. Написал мне человек, как оказалось, зовут его потом Алексей. Он купил участок Подмосковья, и его планы оказались воистину наполеоновские. Но при этом, как я вижу, они совпадают с планами тысячи других людей в России, не только в Москве, возможно, даже кого-то из вас. Четыре этапа и несколько лет он планирует весь этот участок облагородить и застроить его полезными постройками. Алексей оказался достаточно опытным человеком и умным. Он пришёл на нулевом этапе, когда ещё ничего нет, кроме участка, ко мне за проектом и за платной консультацией. Сегодня вы как раз её и будете видеть. Я подумал, что пускай это вообще будет целый такой проект, как бы дом мечты, от начала до конца, который мы будем транслировать в Ютюбе. И теперь вы сможете не только наблюдать за развитием участка и построек Алексея, но и активно участвовать в их судьбе. Потому что у вас есть комментарии. Предлагайте, пишите. Алексей все комментарии будет читать. И если там будут реально толковые предложения, мы их будем, конечно, принимать в работу и думать, что можно и как сделать. Всем привет, друзья! Сегодня мы с Алексеем встретились для консультации. И, соответственно, он как раз рассказывает задачу, которую мы сегодня будем обсуждать. Добрый день всем. Максиму, в первую очередь, большое спасибо. Начиная рассказ. Не так давно получил, купил дачный участок. Не совсем правильными размерами. Примерно 40 на 20. Вот он на экране. Ввиду того, что несколько неожиданно, ну и дорогостоящая затея, решил все работы разбить на три главные составляющие. Дальняя часть участка – гостевой дом, который, собственно, мы сегодня и планируем обсудить. Вторая часть – улучшение всего пребывания. И уже окончательный, третий, четвертый этап – дом ПМЖ. Ну, года через два, три, пять, наверное. Собственно, концепция вырисовывается простая. Дом должен быть гостевой-баня, так как баню любим. Одноэтажный. То есть, примерно вот такой подолговатый дом с большой террасой. Террасу я чуть поясню, почему позже. Более интересный вариант, к сожалению, без террасы, вот такой понравился. На террасу хочу небольшой барбекю-комплекс. Фотки не подготовил – виноват. Ну, минимальный, то есть, условно, мангаус, небольшая раковина, небольшой разделочный стол. Нагляднее просто вот так. То есть, ну, минимум должно быть, наверное, метров пять, если с этой стороны. Подготовили примерно планировку. Сейчас найду. Ну, вот. Сильно примерное. Почему? Потому что исходили из таких совсем непонятных размеров. По дереву я привык, что считаем кратно шести. То бишь, шесть метров сделали сначала. Двенадцать по длине. Для планировки, так как семья у нас со взрослой дочкой уже, то есть, я жена взрослой дочкой, ну, очень много друзей, хотел сказать, алкоголиков, шахматистов. Два спальных места такие, чтобы именно переночевать, а не, ну, пожить там на праздники, на выходные, там было, крайне хотелось бы иметь. Вот, в принципе, концепция простая. Чистая спальня. Тут окна, кстати, нету. Ну, будет окно, окно выходить будет север там. Соответственно, это восток. Да, то есть, просто тут окно не нарисовано, ну, то есть, два окна, тут гостевая или спальня, совершенно минимальных размеров, чтобы дальше тут натыкала дочка или жена, не знаю, что это, большая кухня-столовая, кухонный уголок какой-то с техникой, стол, там, санузел и непонятные помещения. И жена, я, задается вопросом, что это такое. То есть, место, где можно хранить белье, полотенце, раздеваться, в общем-то, ничего не мешает, ну, это, ну, не сильно принципиально. Первое, что хотелось бы обсудить, а, ну, начнем, наверное, с фундамента. В своих видео ты говоришь, что лучше бы, если бы у тебя была возможность, ты делал бы ленту, ой, не ленту, плиту, но у тебя дом ПМЖ. У меня, всё-таки, дачная эксплуатация, я не сильно планирую, ну, то есть, может оказаться так, что два месяца там никого не будет. Дачная эксплуатация, плита с тёплым полом нам там не нужна, потому что тёплый пол, как ни крути, водяной, электрический, это инерционная система, которая достаточно долго нагревается, потом долго остывает. Едем на дачу, умную розетку включили, конвекторы нагрели дом, пока подъехали, там уже тепло. Потому что если будут тёплые полы, надо будет включать за сутки, а может быть и за двое, чтобы это всё нагрелось. Поэтому тут, конечно, тёплые полы не нужны. А раз не нужны тёплые полы, ну, вообще, плита, она нужна не только для тёплых полов, она нужна для ощущения монолитности. Потому что сваи, как ни крути, какой шаг ни делай, никогда не будут давать такое же ощущение комфорта, как и, например, девятиэтажки. То есть будет всегда, ну, не батут, но будет лёгкая такая немонолитность. Деревянное перекрытие всегда его даёт. Но, опять же, для дачи у нас непринципиально, поэтому берём самое бюджетное решение. У нас есть несколько бюджетных решений, на самом деле, которые зависят во многом от грунтов и от перепада. Нет перепадов, хорошие грунты, в сваях они не нуждаются, потому что сваи нужны нам, когда, я не знаю, болот, торф или перепад. С хорошими грунтами самое простое – это сделать мелкозаглубленную ленту. То есть это не так дорого, это не намного дороже, чем сваи, и при этом это гораздо более монолитно. И если уже делать сваи, то я всегда сейчас рекомендую, конечно, не винтовые, а сваи забивные, бетонные. Они, на самом деле, по опыту, они выходят чуть-чуть дороже. Но это бетон, они практически вечные, и с годами они укрепляются. А они, наоборот, как железо, всё равно коррозируют. А так, конечно, лучше лента. По дренажу сразу, да, хочу сказать, что, скорее всего, ну, в 90% процентов – это деньги на ветер, и он не нужен. Если грунтовых вод близко нету, он действительно не нужен. Так говорят, соответственно, все инженеры, которых я знаю, это просто часто развод на деньги. Что, понял, вопрос, в общем-то, снят, потому что для меня сваи я никогда не любил. Ну, просто я был уверен, что это дешевле, потому что сразу скажу, я крайне хотел бы ложиться в 2 миллиона. Так, 2 миллиона – это какая площадь? 7 на 12, 84. 84 чужими руками. Ну, там же не будет какой-то сложной инженерки, да? Вся инженерка на мне. Тепловой контур будет стоить примерно 1,7. Потому что строиматериалы очень сильно выросли. Очень сильно. Всё-таки при моих пропорциях примерно оптимальный размер с точки зрения строиматериалов. Ну, это к проекту, наверное, уже будут отношения. Да, но если так, пару слов сразу. Я против размера 6 на 12, потому что это совершенный миф, что нужно вот дома строить именно в размерах кратным 6 метров. Потому что единственное, что в доме у нас 6-метровая нижняя обвязка, да, ну, вот могут быть ещё лаги перекрытия. Лучше у нас всегда ориентироваться на что-то самое дорогое в нашем доме. То есть, вот какие материалы либо отделочные внутри, либо снаружи. Ну, в данном случае, почему бы и не внешний вот этот вот фиброцементный сайдинг. И по нему взять размеры, чтобы он красиво вставал. Плюс, конечно, ну, нужно гармоничное здание ещё. То есть, в архитектуру он должен вписываться. Это, конечно, самое важное. 7, на самом деле, оптимальные вот такие домики обычно там, я не знаю, 7 на 11, да. Это вот нормальный размер, и никаких 6 на 12 не нужно. Кирование очень волнует угол кровли. Я присылал пример, сейчас покажу его. Ну, в 3D, к сожалению, не отрисовали это дело. Ну, и так неплохо. Ну, что-то как-то вот угол кровли, мне кажется, очень большой. Потом я ужесточил административный ресурс, мне уменьшили угол кровли и сделали в 3D. Почему здесь, мне кажется, это выглядит не очень хорошо? Потому что вот те два проекта, которые ты смотрел, вот заметь, в первом, эта буква Г, она практически симметричная. То есть, эта буква Г абсолютно одинакового размера. То есть, она какого размера жилая часть, такого и терраса. Второй же домик, который ты смотрел, там, наоборот, очень маленькая. В обоих случаях это смотрится гармонично. А вот когда ни туда, ни сюда, у нас получается, вот этот вылет ровно в середину, получается, немного так убого выглядит. Это если не про угол кровли, а именно про вот гармонию. Ещё на кровле, как я сказал, холодный чердак, материал. Ну, и постоянно бываю у приятеля на даче. Большая, хорошая терраса. Не помню её размеры, там, типа, 10 на 4. Соответственно, всё время проводим там. Этим летом, не знаю, как у вас в Новгороде, в Москве, просто, как мы только собирались, так сразу шли ливни, грады. Ужас просто. Нельзя разговаривать. У них дом, причём подшитый, высокий очень потолок. То есть, металлочерепицу крайне не хочется. Ну, и вообще, какие недостатки у мягкой кровли? Ну, только если вопрос эстетики. Потому что недостатков у хорошей гибкой черепицы, двухслойной или трёхслойной, их как бы нет. В холодном чердаке особенно никакого не будет такого геморроя. Это не мансарда, вентилированного конька не нужно. Там всё очень просто. Соответственно, ОСП, подкладочный ковёр, черепица и на коньке специальные коньковые элементы. Тогда к вопросу, почему там будет холодно, к утеплению. Не только, честно скажу, не только тебя. Слушал, смотрел. На самом деле, и раньше немножко в теме был по поводу эковаты. Я не знал, что она так называлась. Я знал, что есть какая-то напыляемая. Насколько будет принципиально, скажем так, это классно? При учётом того, что дороже. Если всё сделать эковатой, ну, наверное, кроме полов. Нет, вообще нет такой проблемы. На самом деле, со временем материалами ни с какими нет таких проблем. Не с базальтом нормальным, с плотностью 35 хотя бы. Да что там, кладут строители 20-ю плотность, и мы вскрывали стену через 10 лет, ничего там не сваливается. А уж с эковатой тем более. Ну, вот с эковатой, хотя есть один тонкий момент, нужен очень хороший монтажник. Так, если у нас, ну, на самом деле, с работой примерно то и на то выходит. Потому что, если, например, утепляют люди сами, конечно, эковата получается намного дороже. В данном случае. Потому что материал, например, у нас базальт стоит там 1700, ну, сейчас они дорожают. Ну, максимум станет он к тому времени 2000 сакуб. Вот. Эковата в пол стоит тоже примерно столько же, там, 2-2 500. А вот именно в стены, поскольку там влажно-клеевой метод с клеем, там большая плотность, там выходило, в моё время выходило где-то 3 500 за куб. Возможно, сейчас уже, за счёт того, что всё растёт, ну, там 4000, да. Вот, 4000 за куб. Поэтому, если по материалу смотреть, то в 2 раза дороже эковата. Если же с работы, то, насколько я помню, минвата стоит тоже 1500 за куб работы, примерно. Ну, там не по кубам, по квадратам, но выходит, то есть, минвата с работы там 3500, эковата 4000. То есть, разница уже с работы, она нивелируется практически. Но это самая важная работа в доме, по сути, качественно уложить минвату, либо сделать эковату. Это самая важная вообще работа. Я планировал потолок, пол, наверное, 200, стены 150. Собственно, это А, дача, Б, ну, будет когда-то газ, крайне хочется МДВП, так называть. Так, а зачем? Есть пожарные нормы. Никто не говорит, что будут ходить там, на штрафовать, то все, 5-10. Есть какие-то нормы по горючести зданий. Совершенно разные источники. Опять же, не строители сказали, что МДВП, это типа круто, хорошо ты делаешь. Тем более, там перекрест на утепление, тебе не надо будет пленки, плюс сам кедра очень такой. Ну, это просто, это вот проблема стройки, что как бы каждый считает себя специалистом. Как я постоянно встречаюсь, у меня даже, я видео делал на эту тему, что вот повар, там, инженер, кто угодно знает, какой материал их где лучше использовать. Причем, ну, хорошо, если они рекомендуют МДВП, это такой, да, материал, которому сложно что-то испортить. Но очень часто эти люди рекомендуют такие решения, которые потом очень печально сказываются на доме. Для дачи это абсолютно, да, это абсолютно такое, какое-то необязательное решение и больше дань маркетингу, что круто, потом можно будет друзьям говорить, что вот, пожалуйста, у меня пожарные расстояния будут считаться по типу домов. Деревянный, деревянный, никто не будет даже, МДВП какая, у тебя деревянный дом, чувак, 12 метров пожарное расстояние до деревянного дома соседа. Но на самом деле так тебе не могут запретить строить дом и по этим правилам. То есть на самом деле сейчас так не работает. Там все гораздо сложнее, да, иначе это будет специально. Смотри, вот твоего забора сосед построит быстро дом и скажет, все, чувак, у тебя узкий участок, но ты теперь не сможешь построить себе дом. Поэтому это не работает так сейчас, слава богу. Материал мы, в принципе, наверное, обсудили. Единственное, что по самому каркасу. Имеет ли, в самом деле, смысл сушить материал, то есть покупать сушеный? Во-первых, конечно, дом нужно строить и дачу, только из сухой доски, это факт. Во-вторых, это нужно отдать на лодку бригаде, потому что, ну, у тебя, скорее всего, будет, раз ты уже со мной связался, плохой бригады у тебя не будет. Да, нет, я про другое, я к тому, что все бригады, которые я знаю, они знают, где купить материал, и они пользуются только хорошим материалом. То есть они из ЕВ доски даже никогда строить не будут, ну, никакая уважающаяся бригада не будет из неё строить, только на юге у нас строят сейчас из неё. Ну да, нет, оно там есть, просто его нужно везти туда, и цена получается очень такая приличная. Вот, поэтому сейчас в основном все, которых я знаю, строители, которые строят фэн-шуй, они строят из сухой строганой доски. Я прикидываю, я позвонил, честно, не буду озвучивать кому, но все первичные коммерческие предложения на вопрос, а сухая ли доска, говорили, не, ну, это естественно. Если сухая, прибавляем к этому расчёту вот так вот. Ну, я с такими людьми просто не работаю, то есть я не стал бы работать с людьми, которые пытаются построить из ЕВ доски. Строганая доска – это необязательная отдача, на самом деле, но сухая она должна быть. Не подвяленная, да, естественной влажности, потому что, ну, просто потом нужно тогда ждать, пока она высохнет. Имеет ли смысл планировать закупку материала, ну, грубо говоря, в январе у нас есть проект. Бригада освобождается в марте. Коротко про обработку. Фигня полная, ничего не обрабатываем, максимум нижние доски, которые контактируют вот прям близко к земле. Всё остальное – это просто фигня. Через три года оно выветрится, обрабатывать его не надо. Это быстро, это если быстро. Дальше бригада. Если ты договоришься с нормальной бригадой, она скажет, окей, мы привезём тебе лес вовремя нужный. Вот и всё. Тебе не нужно заранее, потому что я себе выкладывал, это куча геморроя. Нужно подготавливать место, нужно выкладывать со штабелями, нужно накрывать крышей. Зачем кому это нужно? Это абсолютно нет, не нужно. Всё примерно к сроку тебе привезут. Есть нормальные объёмы современных строематериалов, не надо парить. Если ты начинаешь заранее, если про тебя знают в январе, то у тебя точно к апрелю тебе привезут нужное количество пиломатериала точно. Вот если ты сейчас прям скажешь, я сейчас хочу строить, вот сейчас тебе нужно будет месяц ждать придётся. А кстати, кстати, вот я пока не забыл. Вот по планировке, конечно, там ещё есть много чего помозговать. На самом деле это вот самое... Смотри, но если ты вот эту дверь убираешь, то тот, кто вот из спальни, он должен будет пройти вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот по всему кругу. Она слишком далеко находится спальня. Почему сейчас, кстати, принято делать в родительской, например, спальне свой санузел? Может быть, такую большую санузель разделить на два. Один сходом справа, общественный. Вот, а один, вот как сейчас он стоит, вот прям отрезать по унитазу. И это будет вот для спальни специально. Зашёл человек, сходил. А второй унитаз будет уже с той стороны. Потому что он всё равно 7 квадратов, огромный санузел, ненужный. А вот тут, может быть, функциональных два. Потому что, честно говоря, к всему можно привыкнуть. И вот все разговоры, все говорят, что сделать панировку для себя ты никогда не сделаешь для себя, пока ты сам не походишь. У меня была спальня одна, помещалась кровать, у меня 46 размер, я не мог ноги спустить. И жили и нормально в этой спальне. И счастливы более того. И хорошо всё было. То есть, к всему можно привыкнуть, и это не доставляет каких-то проблем, как, например, шатающийся потолок, дребезжащие окна. Нет, ну я согласен. Но с другой стороны, если привлекаешь архитектора, конструктора, консультируешься, вкладываешь 2 миллиона, то, конечно, наверное, надо делать по уму и правильно, чтобы без этих компромиссов странных, ненужных. Когда сам строишь за 300 тысяч рублей, там можно потерпеть. Когда всё-таки делаешь всё по уму. Я так игрался, вот, если честно, полгода. Я поменял больше 150, наверное, планировок, размеров. Вот, я игрался. И в итоге то, что я сейчас сделал, ну, то есть, мне это нравится, но, конечно, оно не шедевр, так скажем. Друзья, это были самые важные и интересные выдержки из нашего общения. Всего оно шло 2 часа. Ставьте лайк, если вам нравится, ставьте дизлайк, если не нравится. Любая ваша оценка для меня важна. Мы должны понимать, интересно ли вам вообще наблюдать за этим, либо это никому не интересно, и тогда мы просто тихо между собой все эти вопросы порешаем. И, собственно, это рубрику закан. Ну что, до следующих видео, всем пока. Да, ну и, конечно, подписывайтесь на Инстаграм, потому что там я выкладываю каждый день обновления тексты, картинки, видеоисторис. Такого в Ютюбе вы не увидите, так что не пропускайте. Субтитры сделал DimaTorzok